Когда у вас древний зрок, попробуйте пройти без окуляров метров сто. Когда у вас зрок добрый, просто заплющите в очи и пройдите тоже сто метров. Напевно, будет не просто. Между тем, есть шмак людей, которые идут в землю. Усё же всё. Унитарное предприятие «Светлотехника» сегодня один на Гомичине. Есть творные умовы для праца людей, которые не бачить в уголе, тимают вельми древний зрок. За уликами Мазельского филиалу, зараз нами прорасует 200 человек с обмежеванными махчимостями. Владимир Чаровухин – слесар. Почас приезду с дымышной группой он займался сборкой комплектов для садового инвентара. Дённая норма – больше 800 деталей, притым, что Владимир их просто не бачить. Правда, на умовы працы он не скаржится и больше рассказывает про то, что, дякуючи новым техничным достигнением, теперь очувает себя на улице, куда больше опыльнена, чем ранее. Выйдет до улицы Кирова, у Кирова улица Комсомольска, которая идет направо, повернена направо. До поворота 125 кроков. Вельми зручно. Хоть недосконалость сучастных техничных сродков, твой уплыв все ж таки оказывает. Той же навигатор, например, в кинчий раз элементарно не працуе. Шмат заувах у слепых людей и досродку массовой информации. Вельми же, кажуть, сучастные новины перегружены разностальными таблицами и графиками. По этой причине шматрекие сайты, вельми складанные для успеемания. Нынешний интернет насыщен всякими графическими элементами, которые говорящей программой воспринимаются достаточно плохо. И там надо очень хорошо визуализировать информацию, чтобы незрячий человек или плоховидящий не запутался при использовании всяких этих многочисленных элементов. Поскольку на сайте их может быть по 50, по 70, по 100 штук. Цель проекта – дать не первичные навыки реабилитации, а помочь людям, которые уже имеют элементарные навыки, уже достаточно реабилитированные, помочь им приобрести дополнительные профессиональные навыки с выходом на активную трудовую деятельность, чтобы люди могли либо устроиться при помощи в том числе нас, к любому из нанимателей по своей специальности, либо открыли свое дело.